Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Театр Лермонтова разваливается на глазах, отходит плитка и трещат ступеньки. А ведь ремонт был совсем недавно. Между тем, власти региона говорят, что в Абакане появятся три новых поликлиники. И это не все. С вами Артем Михалков. Здравствуйте. Уход на дистанционное обучение был настолько неожиданным, что мы не смогли, не успели подготовить площадку. 22-я школа Абакана ушла на дистанционку из-за пневмонии. В Хакасии заболевших в два раза больше, чем было в прошлом году. В Абакан прилетела икона Казанской Божьей Матери. 400 лет назад ей молились Минин и Пожарский перед освобождением Москвы. Молодые учителя в Алтайском районе получили жилье. Расскажем, как много домов, раздают власти и на каких условиях. И шляпа, именно шляпу. Я ее взял, потому что она порой помогает в игре. Или же просто, потому что это как-то необычно и очень интересно. Необычные фотосессии с мукой и красками холи начались. Подскажем, как стать участником. В Хакасии всплеск внебольничных пневмоний. Каждую неделю за помощью к медикам обращаются 100 жителей региона. С начала года заболели уже 1731 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистику приводят в Роспотребнадзоре. А в 22-й школе Абакана всех детей уже распустили на каникулы раньше времени. В учебном заведении выявили несколько случаев заболевания. Уход на дистанционное обучение был настолько неожиданным, что мы не смогли, не успели подготовить площадку, где мы могли бы проводить видеоуроки в онлайн формате. Учитель начальных классов Инна Карачакова придумала отправлять детям видеоуроки в мессенджерах. После ученики могут задать вопрос, если что-то не поняли. В классах и коридорах Пусто по домам распустили почти 2000 учеников. Это ребята из 10-й школы, которые временно переехали в 22-ю, потому что в своей идет капремонт. Перевести детей на домашнее обучение порекомендовал Роспотребнадзор. Согласно требованиям санитарного законодательства, разобщение применяется при регистрации двух и более случаев в классе-группе, либо при регистрации 10 и более случаев заболевания отдельно по образовательному учреждению. Как рассказала директор, в 22-й школе пневмонией заболели 9 учеников из разных классов, но в учебном заведении не стали дожидаться ухудшения ситуации и распустили по домам всех. После каникул обучение планируют возобновить в обычном режиме. Как рассказали в Роспотребнадзоре, на данный момент 22-я школа – единственная республики, которая перешла на дистанционку из-за вспышки пневмонии. Но если большое количество заболевших выявят в других учебных заведениях, то их переведут на удаленный формат. Также санитарные врачи отметили, профилактика пневмонии является в том числе вакцинация от гриппа. В Абакане появятся сразу три новых поликлиники. Строить их правительство начнет в 2026 году по нацпроекту. Сейчас власти согласовывают заявки с Минздравом России. Планируется возвести две взрослых поликлиники на 400 посещений в смену. Первую из них построят недалеко от гипермаркета «Аллея» по дружбе народов. Площадка уже определена. Раньше здесь были гаражи. Вторая поликлиника появится на месте бывшей станции ЮНАТО в Пасхийской. Рядом на этом же пустыре возведут и детскую поликлинику на 200 посещений в смену. В этом районе сейчас нет своих зданий для медиков. Врачи работают в арендованных помещениях. Взрослые поликлиники будут относиться к городу, а вот детская носит статус республиканской. Казанская икона Божией Матери добралась до Абакана. Одна из главных православных святынь с мая путешествует по регионам страны. Это всеобщий молебен о победе. Встречали икону в аэропорту епископ Абаканский и губернатор. Степан Грищенко расскажет, как долго святыня пробудет в Хакасии. Под звон колоколов священнослужители вносят в Спасо-Преображенский собор Казанскую икону Божьей Матери. Святыню привезли в храм всего на сутки для Всероссийского молебна о победе. Он стартовал в Москве 5 мая и с тех пор идет по всей России. Икона посетила 63 региона. За это время святыне поклонилось больше миллиона человек. Чтобы помолиться перед иконой, у прихожан времени мало. 24 октября святыня отправится в другие регионы. Поэтому двери храма открыты вплоть до 11 вечера. Чтобы успеть, верующие съезжаются со всей республики. Я много лет ходила в Сорск, в крестные хода, пять раз ходила. Для меня это большая значимость. Я с детства всегда как-то относилась к этому очень серьезно и ответственно. Поэтому сегодня такой день, тем более, привезли я. Православные храмы центральной части страны икону доставляли на машинах. А по Сибири, Дальнему Востоку и Северным регионам она путешествует самолетом. За сохранность отвечает спецсвязь России. В прошлом году Святейшим Патриархом Московским Сеярусом Кириллом было объявлено начало Всероссийской молебной победы. В прошлом году во все 89 регионов Российской Федерации были принесены мощи Георгия Поведоносца. В этом году продолжение Всероссийской молебной победы. В этом году приносится Казанская икона Божией Матери. После Хакасии икона отправится в Нижегородскую область, откуда началось народное ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Перед освобождением Москвы от интервентов все ополчение три дня молилось перед этой иконой. Поэтому ко дню народного единства 4 ноября, когда Минин и Пожарский одержали победу, икона прибудет в столицу. Там завершится двухлетний Всероссийский молебен. Степан Гриченко, Григорий Сараев, Нота Бена. Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей брата подозреваемого в рабстве. Мужчина угрожал одному из потерпевших, чтобы тот оправдал брата. Приговор еще можно обжаловать. Напомним, следователи подозревают животновода Виктора Олесова в том, что заставлял бесплатно работать бездомных. Жена фермера настаивает, сотрудникам платили, иногда скотом. К тому же построили дом. Дело по удержанию людей на ферме прокуратура передала в суд. К новостям вернемся через 2 минуты. Сейчас информация от генерального спонсора выпуска магазина «Аляска». Смотрите холодную зиму ярким образом. В магазине «Аляска» представлена новая зимняя коллекция. Большой выбор самых разных фасонов и цветов. Размерный ряд с 42 по 70. Привлекательные цены. И мужчины, и женщины смогут найти себе комфортные, теплые, стильные вещи на холодный сезон. Приходите к нам за обновками по адресу Абакан, Кирова, 204А, напротив ТЦ «Калина». Планируем обшить дом. Поставить гараж, это все залить. Завести хозяйство. Учителя Алтайского района обживают дома. Ключи молодым педагогам достались бесплатно. Расскажем, на каких условиях. В аптеках Абакана пропал раствор для капельниц. Горожане спрашивают, почему и что делать. На этот и другие вопросы ответим. В Абакане открылся настоящий мир пуховиков «Ахара». Огромный выбор. Аляски, парки, моднейшие пуховые пальто. «Ахара», улица Щетинкина, 59. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало! Нас нашим миром прервано! Требуется новый провайдер! Надежный интернет и легендарное телевидение от «Реон Телеком». Для самых чрезвычайных ситуаций. Клиника «Варикоза.нет» запускает акцию «Семейный пакет». Первичный прием для двух человек всего за 1400 рублей. 217-543. Уют, комфорт и надежность. Семиэтажные дома в кирпичном исполнении жилого комплекса «Арена Парк» точно покорят ваши сердца. Зеленая придомовая территория, детские площадки, кирпичные дома с отличными планировками. «Арена Парк». Звоните 20-26-26. Гостиная, спальня или море. С КМК можно все. Со скидкой до 20% хватит и на мебель, и на отдых. Есть рассрочка. КМК. Всегда удобно. Питьевая вода. Водопад Хакасии. Источник силы и энергии. На каждый день. Доставка на дом и в офис в удобное время. Прием заказов по телефону. 35-31-31. 35-31-31. Любые. Слышите? Абсолютно любые. Жалюзи в «Стройлайфе». А еще скидка новоселам до 30%. «Стройлайф». Жить хорошо. 28-75-11. Бесплатный замер на сайте строидефислайф.рф. Команда Абакана. Команда реальных дел. Современный медицинский центр «Жукан» в Хай-Хе открыл свои двери. Стоматология, протезирование, имплантация. Лечение опорно-двигательного аппарата. Косметология. По выгодным ценам в Китае. Полное сопровождение в поездке. Продолжаем новости. Уехать в село, устроиться на работу и получить жилье. Сегодня власти Алтайского района вручали ключи от домов новому поколению педагогов. Мы тоже побывали на новоселье и узнали, почему важно привлекать молодежь в глубинку. Окошечку запустили в первую очередь. Она минут 30 изучила дом. И как будто здесь давно живет. То есть ей дому очень понравилось. Нас это очень удивило. Обживать дом Вали, Аршанов, Александра, Еркебаева будет с супругом и шестилетней дочерью. Места хватит всем. Две комнаты, гостиная с кухней и санузел в доме. Везде свежий косметический ремонт и мебель. Мне нравится то, что здесь есть обычное печное отопление и электрическое. И то, что она находится отдельно от дома. Вся эта грязь здесь останется. Александра училась в Черногорском техникуме. Жила в Абакане, но всегда хотела перебраться в деревню. Сама родом из Алла-Полтаков в Воскиском районе. Поэтому знает, что такое жить в селе. Планируем обшить дом, поставить гараж, это все залить. Завести хозяйство свинок, барашек, куриц. Огород туда? Огород обязательно посадим. Строить планы на будущее стало возможным после того, как Александру с педагогическим образованием позвали работать в Аршановскую школу. С 1 сентября Александра Яркибаева учит второклассников. А власти района купили квартиру. И коллеги-педагоги, и администрация района все пришли на новоселье молодой учительницы. Я уже как директор опытная в плане новоселья, поэтому уже знаю, как подготовиться. Это у нас третье новоселье. Да, это у нас третье новоселье. Пришли к ней с ватманом, с красками тут вечером. Растелили на полу и вместе рисовали. Кстати, супруга Александры районная администрация тоже пристроила на работу в Аршаново. Молодые педагоги получают жилье в селах второй год. Деньги на покупку квартир дает республика. Наш алтайский район активно участвует. Кроме того, мы еще и свои средства вкладываем. Например, в 2023 году 10 миллионов. Это только средства, которые мы купили жилье, а еще были средства на софинансирование. В итоге за два года в нашем районе, два учебных года, мы приобрели 20 единиц жилья. Сразу в собственности его никто не отдаст. По условиям нужно минимум 10 лет проработать в сельской школе. И только потом можно приватизировать. В любом случае, кроме как за коммуналку, больше ни за что платить не нужно. Наши девчонки, учителя, которым в прошлом году мы купили жилье, обе вышли замуж, обе у нас беременные. Это тоже же здорово. Представляете, создалась семья. Когда появилось жилье, создалась семья. Будут рождены дети. Это же замечательно. Естественно, они уже будут жить здесь. В Алтайском районе, помимо Александры Еркибаевой, получили ключи от квартир еще учителя в Белом Яре и летники. Артем Михалков, Евгений Сульбереков. Нота Бене. Колонны с отвалившейся плиткой и трещины на лестнице должен устранить генподрядчик. Этого сейчас добивается театр Лермонтова в суде. Фотографии дефектов после относительно недавней реконструкции накануне отправили наших подписчиков. Обидно, что вот так все, конечно. Долго строилось. Вид, конечно, ужасный. Хочется в театр ходить теперь? Ну как, ну в театр всегда хочется, конечно, ходить. Просто неприятно смотреть. Чтобы плитка на колоннах окончательно не отвалилась, театр привязал ее скотчем. А вот заметное разрастание трещин на лестнице уже не остановить. Они практически по всему периметру здания. Абаканцы грустно шутят. Похоже, драмтеатр надо ремонтировать заново. Перила тоже накренились, шатаются. Я думаю, еще чуть-чуть и держаться за них будет опасно. В драмтеатре рассказали, гарантийные сроки стекают в конце текущего года. Работы по устранению дефектов не велись, потому что проходила судебная экспертиза. Недовольны в театре и качеством ремонта фойе на втором этаже. Напомним, реконструкция театра Лермонтова по госпрограмме длилась несколько лет и завершилась в 2020 году. Все работы обошли в 411 миллионов рублей. Почти все средства федеральные. Абаканцы не могут купить в аптеке раствор для капельницы. Еще жители столицы спрашивают, сколько еще проработает карьер для растительных отходов. В этих и других вопросах сегодня разбиралась обратная связь. Свои задавайте по телефону 222-700. Галина из Абакана жалуется. Из аптек города пропал натриохлорид. Без этого раствора невозможно поставить капельницу. Женщина спрашивает, что случилось. Пресс-секретарь Минздрава Хакасии Валерия Агафонова подтвердила, дефицит препарата есть. Он связан с задержками в поставках. Причину ведомстве не пояснили. Но рассказали, в некоторых крупных аптеках столицы натриохлорид все же имеется и в разных дозировках. Речь о тех пунктах, которые закупают раствор напрямую у заводов. Также Минздраве уточнили, в больницах дефицита препарата нет. У Екатерины гараж в одном из массивов Абакана. Руководитель кооператива отошел отдел. Женщина спрашивает, как ей теперь подключать свет. Александр интересуется, до какого времени будет работать. Карьер для растительных отходов под Синем. Заместитель начальника управления коммунального хозяйства Алена Суевалова поясняет, предстоящий воскресенье – последний рабочий день карьера. Привозить растительные отходы можно с 8 утра до 8 вечера. Весной карьер снова заработает. Обычно его открытие приурочивают к двухмесячнику по благоустройству. Он начинается 1 апреля. В этот четверг участок Ленинского комсомола в Абакане перекроют на день. С 8 утра до 8 вечера водоканал в районе строящегося дома подчинит канализацию. К Баграду по Ленкому не подъедете и наоборот. В мэрии отметили, что дорожное покрытие предприятия обязано восстановить. Далее еще 5 коротких новостей. Госавтоинспекция Республики вышла в рейды по общественному транспорту. Они продлятся по 25 октября. Помимо нарушений ПДД проверят техсостояния и документы. Беспилотники Росреестра с апреля обследовали в Хакасии 2724 гектара земли. Нашли 359 нарушений земельного законодательства. В основном это заброшенность и использование не по целевому назначению. Мемориал Герою России Аймиру Миягашеву участникам спецопераций и локальных войн открыли в Анчуле Таштыбского района. Строительство длилось год. Проект выиграл в республиканском конкурсе. Полиция нашла красноярке сумку с почти двумя миллионами рублей от продажи жилья. Наличку женщина оставила на скамейке во время переезда. В этот же день сумку с деньгами оперативники с собакой нашли недалеко от места потери. Красноярцы сняли на видео, как машины скользили по дороге изо льда. Ночью выпал снег, а утром температура была плюсовая. Машину на летней резине понесло и встречным пришлось сдавать назад. Абакан вновь участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов на благоустройство. Два раза подряд столица получала гранты. На эти деньги сейчас реконструируют парк Победы. А в следующем году преобразится парк культуры и отдыха. Борьба за грант около 100 миллионов рублей начинается сейчас. Решение федералы озвучат в следующем году, а сам ремонт начнется спустя еще год. Но это работает. Проверено. Нужно выбрать территорию, которую вы бы хотели видеть посвежевшей в 26-м году. Мэрия проводит опрос в интернете. Предложила три варианта. Это привокзальный сквер напротив ЖД вокзала. Там памятник сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах. В остальном он пустует. В прошлом году сквер тоже был кандидатом на благоустройство. Но в голосовании он занял третье место. Также администрация предлагает проспект Ленина в границах от Ярыгина до Катанова. Улица Бульвар, где постоянно можно заметить прогуливающихся горожан. Любят бульвар и студенты. На Ленина расположен университет. Также, как вариант, неухоженная территория в районе трех свечек по Щетинкино 36, 40 и 44. Предложить можно и свой вариант. Опрос найдете на сайте мэрии. Яркие фотосессии для выставки начались. Парень в образе персонажа из аниме, в шляпе и с тростью. Первый кандидат на то, чтобы его портрет висел в галерее. Мы объединили краски Холи и идею абаканского фотографа Татьяны Тимошенко в один проект. Раз, два, три. Ну вот, как-то так. Все, встряхивайся. 16-летний Ратмир Шоев изображает движение вилевонки. Сложно особенно не закрыть глаза, когда тебя со всех сторон обсыпают мукой. Помогает с позами и делает эффектные кадры специалист мучных фотосъемок Татьяны Тимошенко. Медиагруппа Юг Сибири предложила Татьяне сделать совместный проект. Только раскрасить белые облака красками Холи. Ратмир, его первый участник, предложила поучаствовать мама. Он был не против. Так и случилось посвящение в модели. Да, в моменте страшно было. Когда первые фотографии были, прям ноги тряслись. А потом как-то легче стало. Ратмир и в обычной жизни отчасти вилевонка. Ходил в таком образе все лето. Часы, трость, шляпа, все атрибуты заказали в интернете. И шляпа, именно шляпа, вот я ее взял, потому что она порой помогает в игре. Или же просто, потому что это как-то необычно и очень интересно. 30 минут времени, 40 пачек красок Холи, 20 килограммов муки. Холи гипоаллергены и отстирываются с первого раза. Проверено всеми фестивалями «Зеленый». В результате 300 фотографий. Результатом таких красочных фотосессий станет грандиозная выставка в галерее «Чилтыс». Она откроется 6 декабря. 6 декабря будут приглашены все участники проекта, плюс приглашенные гости. И у горожан будет возможность прийти в эту галерею «Чилтыс» с 6 декабря по 22-е и посмотреть на яркие, действительно яркие лица Юго-Сибири. Какие все люди самобытные, какие они индивидуальности. Какой будет портрет висеть на выставке, участники выбирают сами, а после забирают себе. Также есть шанс попасть на радио «Сибирь» и в «Нотабене». Анкеты на сайте ctv7.ru Есть шанс получить минимальный пакет бесплатно в телеграм-канале «Нотабене». Найдете в закрепленных сообщениях пост о подарках. Подпишитесь и нажмите кнопку «Участвую». Счастливчика выберет рандомайзер 29 октября. Редкую хищную птицу дербника увидели инспекторы в заповеднике Хакаский. Мелкого краснокнижного сокола сфотографировали на озере Итколь. Численность дербников сокращается из-за изменения климата. Птицу можно заметить в долинах рек, степях и лесостепях. У нас сокол живет круглый год. Теперь о погоде на четверг. Ночью в Абакане 2 градуса тепла, днем на 7 градусов больше. В целом день без осадков, но облачно. Местами пасмурно, а вот в Саиногорске ночью покапает. И плюс 4 к утру дождь закончится. День простоит облачный. 8 градусов тепла. Ветра не почувствуете. На этом с новостями все. Давайте вместе будем делать наши выпуски интереснее. Рассказывайте свои истории по телефону 8 923 020 7700 и пишите нам в мессенджеры. До новых встреч. Рассказывайте рекламу на цифровом телевидении. Единая рекламная служба Юг-Сибири. Это целая обойма федеральных каналов в цифре. СТС, Домашний, РЕН-ТВ, 5-й, ТВ-центр. Звоните 348 348. А пока щетинки на 29 2 0 2 22. Саяногорск. Микрорайон Центральный 1. Субтитры создавал DimaTorzok